Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 319. События дня. Филиппийцам 1.22. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Сколько здесь мыслей. Жизнь во плоти доставляет плод моему делу. Во-первых, дело какое, какая цель? Дело моему делу, это моя жизнь, цель это мое дело. Какое? Я только и думаю, как бы не умереть, вот теперь построить храм, как Иван Грозный там был, или истребить своих противников, или еще что-то. Победу одержать. Ну какая цель? И Павел знает, не знает, что избрать. Гитлер знал, что избрать. Избрать, наконец, доигрался в подлесках, Сталин сказал. И Сталин точно так же, и любого, который возьмет дело, делал страну, вывезти, там, индустриализация, коллективизация. Это все так. Но какое это дело? Через поколение оно будет нужно или нет? Вот и ответ. Павел говорит, я знаю свое дело. Ну тут надо посмотреть, впереди еще посвящается ушедшим из православной церкви разговор. Вот так. Посвящается всем ушедшим из православия. Филиппийцам 1.29. Дано ради Христа не только веровать, но и страдать. Страдать. Дано ли тебе страдать за Христа? За Христа. За исполнение Его заповедей. За дружбу со Христом. За то, что стал Его другом, рабом, учеником. Раз стал учеником, дальше ты должен нести это, как говорят, пропагандировать. А, это вот ты мог быть таким, это вот. Меня Господь так сделал, как серапион сидит, святой. Голый, совершенно раздели его. А кто разделал? Он прижал Евангелие, тот один проходит. А кто тебя раздел? Недавно я одному сказал, он явился до пояса раздетый. А кто тебя раздел? Он не знает, что ответить. Ну я оденусь. Он говорит, вот эта книга, она раздела меня. По Евангелию все отдал. Вот она меня раздела, она мне сделала такие-то книги, сделала меня всего в заплатах, вот какой я есть. Такой и есть. Это она меня сделала таким. Я мог быть совершенно другим, совершенно. Ясное дело, что не оставался бы все время сержантом или ефрейтором. Мог быть где-то на другом посту. А она меня сделала, святая Библия. Когда я на нее смотрю, все было бы по-другому. 1 Петра 4, 13. Радуйтесь, да и выявление славы, и у вас радуйтесь, и восторжествуете. Утренняя гимнастика, кошки берутся сначала. Вот так у нас утренняя гимнастика, это молитва, борьба с дьяволом. Извая нас от лукавого, дабы сокрушил его под ноги ваши вскоре. Римлянам 16-20. И вот события дня, день прошел. Это целый день. Я на работу не хожу, сижу дома. И нет свободной минуты. Я вот сейчас только рассказываю. Ну, возраст дает о себе знать. Тем более, всю жизнь прожил в труде, не на задворках. И чувствуется, мотор не тянет. Глаза слепаются. Встану, похожу, гимнастикой позанимаюсь. Ничего не помогает, падаю. Поэтому шофер на дороге, если уже дрема подходит, единственное лекарство. Единственное, не два. Ни песни петь, ни собеседник не поможет. Если, ну, маленько ты-то проехал, когда захотел спать, а дальше еще можно потянуть маленько, а дальше никак. Что, в сторонку свернуть и отдохнуть, поспать часа два хотя бы. Или час, сколько нужно. Я здесь точно так же сажусь, откинулся, сажусь, никогда не ложиться. Люди, которые днем ложатся, они сумрачные. У них все не так идет. И голова кружится, почему? Кровь-то вот как лежит. И при том, они, если это уже делали, их из этого состояния вывести невозможно. У меня ни одного еще нету, который бы вот так вот привык спать, и я ему сказал, он встал бы. И не стал никогда ложиться. То есть, нет установки. Дело, дело-то нету. Если бы была цель такая, как можно больше для Господа потрудиться. Боялся бы, что-то я падаю. Зачем я такой нужен день-то? Падать. Лишний сон, утроба. Человек сразу разбухает, лишний жир на нем накапливается. И все, это не жир, это у меня мускул, а все дряблое висит. Ну, какие мускулы? Начнешь говорить, и даже не раз что говоришь. Ну, в бане-то хоть ходишь, глянь на себя. Какие мешки висят-то? Это надо тебе? Вот я сяду здесь только. Ну, я уже показывал, как. Вот я беру, вот мешочек этот. Вот у меня мешочек здесь. О, я его вот здесь вот. Тебе здесь, наверное, не видать будет, глянь. Вот у меня стул, обыкновенный стул. Я сразу, первым делом что? Смотрю время. Сколько время? Ага, вот сейчас, в данный момент, у нас 5 часов 39 минут. Я вот сюда. Вот он. И что интересно, сижу на коленях, кошки прыгают. Как только я вот это вот, мацион этот начал, в среди дня бывает. Бывает раз, а бывает два. Все, ни одна не подходит. Сразу они лезут, тоже сворачиваются и спят. Не лезет, даже котенок не лезет. А это сумка обыкновенная. Тут никаких приспособлений нет. Сел, это уже проверено у меня. Это стенка пищечки, обогреватель. Зеркало обогреватель. Сразу раз, туда мне, чтобы это, не звездка, не пачкать. Ну, передо мной там, я уже не выключаю компьютер. И вот так вот. Все, чуть-чуть, чтобы было видно, если я не слышу, ослабленный слух. Если кто-то походит, заходит по скайпу, или там стационарно у меня телефон стоит он. Видишь как? А этот здесь рядом. Вот это мне главное расслышать, чтобы я все время востребованный. Некоторые выключают телефон. Наверное, я ни разу за всю жизнь не выключил. Я могу быть востребован. И сразу глаза, вот эта рубашка, руки мерзнут, ну, холодно в избе. Я руки вот так вот. Вот оно пошел. Вот сюда вот руки суну, и все. Сначала перекрещусь, Господи, благослови. Руки вот так они не разъезжаются, держатся с той стороны. Так, заворачиваю. И так, ноги не должны касаться, друг друга не мешать. Все, откинулся. Благослови, Господи. И вдруг звонит кто-то, а я вот он где. Видишь, все сбило, ходит там хозяйка. Еще нельзя сделать, там тепло, она наступает маленькая. Ну, не закрыла-то я, моя вина, там у меня специальная картонка есть. Вот. Я сразу кто звонит, и все уже. Ну, посмотрю, сколько. Пять минут прошло. Ну, ладно. Как опять съездить не могу, так вот, видишь, я еще не кончил. Сразу играть надо, до этого не было. И вдруг я слышу, вот так вот. Кто-то стучит. Я глаза открываю, плохое, к дверям бегу. Кто? Кто? Никого нету. Никого нету. Я бегом, скорее всего, бегом. Потому что это секунда промедления, смерти подобно. Я сразу подбегаю сюда, сразу лестоночку. Ну, и три святоя, сто поклонок. Я просто не скрываю, это говорю, что вот он и говорит. Ну, потому что недороги, такие пакости пишут, ужасно. Вчера мне там переслали. То есть мерзавцы под именем Петрова или какой-то сатана. То есть совершенно озверелые. И батюшка, он ездит не по святым местам, нет, это он героин развозит. Вот представьте себе, героин батюшка развозит. Ну, что дальше считать-то? А этот, семидесяти селеми летний-то, он что? Он это с двумя, с Никитой, с этим, они педофилы, они это, то-то-то-то-то, совершенно. То есть дьявол. Я что должен на это отвечать им где-то? А почему? Да ничего нет. Он клевещет на Христа, на правителей, на патриарха. Это естественно так, да? На апостолов. Эти, говорит, всесветные возмутители пришли сюда. Вот видишь, как вот здесь у меня ушло. Теперь надо найти, где это было. Вот она наступила. Вот вернул. Шарится здесь. Вот такие события. В чем ты где нужен? Вот мне подкидывают темы. Вот утром стою, и уже опять. А вот такой-то, такой-то там пастырь один. Не пастырь, а пастор. Вот тоже. Где взяли это слово пастор? Это не евангельское слово. Одна буква не туда ведет. Это не пастырь. Иначе бы у русских нету пастора, никогда этого не было. Пастор. Где вы нашли? Где-то в Евангелии, а то в Евангелии нет этого слова священник. Священник нету, а пастор есть. Да мы все священники. Это слово повторяется не один раз. Против слова священника будет это сатана. Если кто не знает и не имеет вот этого поисковика, я скажу сейчас коротко, священник сколько раз поминается. Это мне не видно здесь. и сатана тут даже нету ничего. Священник. какой-то 786 раз. Неканонический. И 127. 780. 800, 900. Ну, 13. 900 примерно 13 раз. А то что, а пастора его нету? 913 раз говорится священник, а это в Ветхом Завете. В Ветхом Завете. А в Новом Завете вы не считали? В Откровении взял царями, священниками. В Новом Завете. А сколько? А в Новом Завете же этого нету. Как это так нету? А куда оно делось? Вот Новый Завет, допустим. Сейчас узнаем, сколько священник. 147 раз. Первосвященнику священнику принесли дар. Положился вот так. Ну, и где бы то ни было. И у апостола Павла встречаются. И у Луки. Вот, допустим, и в деяниях. Ну, где бы ни было слова священник в корне, первосвященник, священник, ну, и патриарх, как папа, первосвященник, и Хоседек, Бога и прочее. Ну, так понятно. Этот прекрасный поисковик Тимофей Ха, вьетнамец, в МГУ учился и сделал. Вот удивительное дело. Если я это сделал, такое важное дело, то это не православный. Так и есть. Приехал вьетнамец, он обязательно будет там, за пределами православной церкви. Если обратиться какой-то артист по всему миру теперь благовествует едет, а то Богачев Юрий не православный. А был никакой пьяница. Почему пьяница? Православие не работает в направлении миссии. Это нету. Нету. Они в направлении Дворкина будут работать. Секта, секта, секта. И нигде ничего, нигде нету. То есть православие в тяжелейшем форме, в коме находится практически. Единицы где-то там, искорки мелькают, делают, которые пробужденные батюшки. Это вот просят ответить. Вот разберите. Не просто разбор тщательный, как меня просили, матрицу. Да зачем мне это нужно? Вот сегодня какой-то там неправославный, до 29 лет, кажется, ему. И он говорил там проповедь и прямо до капельной умер. Почему? С чем это связано? Ну я буду... Ролик, чтобы ролик был составлен. И вот такие там, это Моторола, там вообще меня не касается. Все это... Кто спрашивает, чего я маленько отвечаю? Ну будет отвечено более подробно. События дня. Я должен теперь просмотреть этот ролик. И дальше. Во свете Библии все события и поискать в интернете другие места, которые говорят. Я вижу, что во свете Библии вообще не разбирается. Не разбирается. Не православные, не протестанты, а вот по-своему как-то так. Ну что на ум, говорит, сбредет. И вот эта напряженная работа, она ослабляет. Я помню, когда начитывал Добротолюбие, Добротолюбие пять томов. Такая книга есть. Это Высшая философия мира, так называл я ее, духовная. Ну насчитываешь, и Жития насчитал, Златоуста двенадцать томов, Жития двенадцать томов. И как начинал сейчас? Как дошел до Исаака Сирина, поплыл. Вот два, я могу сказать, два Исаак Сирин, Исаак и Сирин, и Семен Новый Богослов. Вот два, которых я не мог потянуть. То есть считать нужно с выражением. А там такая глубина. Посчитаю, ну сколько там, ну минут двадцать, посчитаю полностью. А я мне пятьдесят лет. Уже было, наверное, это не семьдесят, семь лет. И надо, считаю, язык-то ворочается, а смысла не дохожу. А если я не дохожу, то и кто слушать будет. Все. Мед с теплой водой выпил и сразу отдыхать. Отдохнул, сколько там, минут пятнадцать. И опять считаю, проходит еще полчаса, опять полностью выхолощен. Вот я понимаю, когда их называют, это ангелы во плоти или человек на небе. Вот. Такая глубина мысли, она напечатанная. Это я все попутно говорю. И мне надо сейчас, вот просят, но надо объяснить, вот что это означает, почему этот вот ролик такой-то там стоит, люди там рассуждают так и так и так, и мы не знаем, как правильно. А почему я должен знать? Почему? Может, то, что я по четырем параметрам разбираю, это Библия, что говорит, жития святых, труды святых отцов и каноны церкви. Это надо будет. Ну, пока тянется. Вот я рассказываю один день. События, это какие-то события, никакие, но для меня это события. События подготовиться к занятиям. Занятия идут по скайпу. Не всегда удачные, но все-таки. Определенных таких событий не было. Ну, приехали люди, которых я встречал, некоторые их и не знают. У каждого своя нужда. я сижу, а люди спрашивают, вы свободны будете? Можно приехать? Бывают члены, общины, видишь, куда? Через решетку. Это же интересный такой момент, все, вылезла уже нету. она туда не лазит никогда, тут залезла вдруг. Вот так. Какие события? мировые события. Много, очень много. Я смотрю, когда свободное время есть, что-то перестала сама запись работать, ну, приедет модератор, так сказать, программист, вот посмотрит, что у меня сбой какой-то произошел. И когда начинаешь что-то, и видишь, не хватает подлинного знания, обзора, и начинаешь дальше смотреть. Я очень много времени посвящаю Второй мировой войне. Все новые и новые документальные ролики о Германии. Меня больше всего интересует Германия. Такой успех, такой авторитет. Полностью все было захвачено. Люди верили, любили, шли, и вдруг первый сбой, второй, третий, сорок четвертый год, и как идет, и вот фотографы специальные были, кинорежиссеры там какие, кто они там ездили. Специально выделены были 200, кажется, на всех участках фронта. Их снабжали, они получали зарплату, и в стаж шел военные корреспонденты. Снимали только, другой фотографирует. И мало того, комментарии какие-то с переводом идут. Это документальные, я фильмы не просто, о них ни одного не смотрел, только документальные. И стараюсь проникнуть, я был бы там, как это, можно было повлиять или нет. То есть, здесь большая работа идет, я много таких, уже знаю, фактов, и сопоставить, как это можно было, за что. Вот, допустим, я гляжу, идут колонны, колонны пленных русских. Документальные, повторяю, документальные. То есть, как будто я там нахожусь, и я мог быть среди них. У меня три дяди, материные, родные братья ушли, с фронта ни один не вернулся. Вот, где-то в плену, может быть, были. Ну как, без вести пропавшие. Другой там, в болотах где-то, пишет на пне, узнал, что Макар, Филарет, Эммануил. И получили известие, что один там погиб, брат какой-то, я отомщу, фашистским извергам, за то, что убили моего брата. Они убили его. Так ты-то шел, знал, взял оружие. Я смотрю, пленные идут. Уже, ну, что пленные-то? Взяли 4 миллиона, а осталось-то в 10 раз меньше, там, и там, гальдер, или кто генерал, говорит, там, впереди. Это же рабочая сила, почему ее не берегут-то? Вот, идут, не кормят. День, два, три. Берут в зимнее время, ни лопаты ни одной, ничего нет. Хотя бы, говорит, ножи вырыли, скрыть, никуда на земле лежат. Ну, стали сразу, только поняли сразу, 7 тысяч мертвых лежит. Теперь так и убирать. Это щита люди. Это же здоровые, крепкие, раз в армии были, это были не инвалиды. И он уже в Германии пишет кому-то там, я не знаю, ставку Гиммлеру, Генриху, или кому. Почему же не ценят? Нам же люди эти нужны. Не знаю, какая реакция была. И вот, вот невинные люди страдали, невинных нету, во-первых. Ни в чем не повинных. Ни в чем не повинных. Это в 41-м году ни в чем не повинных. Впереди было, что, революция, и они не повинны, но не участвовали дальше. Раскулачивание было, это уже они захватить могли вполне. Неповинные. Комсомол вступать не повинные. Готовились воевать на чужой территории, не на своей. Виктор Резун пишет, Виктор Суворов. Это сегодня уже очень признанный историк, лучший из всех, какие есть. Это не повинные. Они показывают через это Господь, кто покаялся, кто пришел. Ну, у Михаила Александровича Шолохова есть это такое, судьба человека. Там в храме оказался один и по нужде, и он, я не могу, это в храме, это то другое, стал бегать и стучать. А то точалью, когда он четырех сразу застрелил через Селезберий. То есть были, кто-то знал, что Бог есть. И еще заботились в храме, чтобы не нагадить. Но тут уже, конечно, он неправильно поступил. Но я просто говорю, были некоторые. Были. И вот брали людей. А что? Повестка пришла, а люди сказали, там, говорили, там, кто партизаны, не ходите к немцам. повестка пришла, ну и что пришла, бумажка там, то другое. А их отправляют в Германию. Видите, в прошлый раз пришли, там, сто человек, их забрали и увезли. Ну, сказали как? Ну, пришли, их записали, сказали, возьмите с собой то-то, то-то, вас повезут в Германию, вы побежденные нацией, вам это потребуется. Ну, пошли люди, взяли там что-то с собой, пожитки, там, одежу. А тут не стали приходить. Не стали приходить, и что, так и бросили вас? Все. Стали хватать на площади, на стадионе, где бы кто-нибудь был. Взяли все, ничего нету с собой, ни рубля, ни платочки. Ничего нету. Ну, что, лучше получилось? Ну, дальше еще, дальше война. Я просто говорю, что у Бога все вымерено. И, наконец, Израиль пошел в плен. Израиль. Давайте рассмотрим времена 70-й год. 70-й, 71-й. Осада Иерусалима. Веспастиан начало, и сын Тит его окончил. Осаду, и пошли в плен. Но было же, предсказывали пророки. Вспомним времена пророка Иеремии. Вы в плен пойдете, в плен. Сами брали в плен, и сами пойдете в плен. Если сейчас так же всегда не будет, а вот мы сейчас выходим на такую арену, я все считаю здесь. Молиться надо, чтобы нам в укор не было, потому что нас окружил Бог такой радостью, такие сокровища. И бенея нас никто не живет. Одни грабители вокруг. Везде все. Все на расхищение идет. Исбирают депутата, там обещают, компартия, это, но никто ничего дать-то не может. Почему? Да уже все дал Бог. Бог дал уже. Все у нас есть. Такая свобода была. Иди проповедуй, свидетельствуй, ничего нет. Вот события. Я говорю, события одного дня. Для пенсионеров это, может быть, к чему-то подвигнет. Уверуйте в Бога. Сходите в храм. События какие. В храм сходите. Читайте Святую Библию. Ну и в интернете много есть священники, которые проповедуют свидетельства где-то. Вы будете заняты, будете востребованы. А так вы кому нужны. Только когда получаете пенсию, и внуки придут, чтобы ее отнять у вас по-хорошему или по-плохому. И так далее. Что еще делать? Мышей ловят у меня тут в наушниках. А? Ты баловная такая. Вот и все. События. Дня, если разобраться, я никуда не вылазил. Сидел дома, выходил на улицу, слазил голубям. Все, больше ничего нет. И свободной минуты нет. Нет. Почему? Ну и 7 раз в день надо помолиться. Вот это. Ну каждый раз это 100 поклонов. Это время надо. Это время. И обязательно на не менее 7 раз. Потому что я пенсионер. На работе брат работает. О нем тут отобсюду. Кто-то заболел. Тут сразу звонят. Вчера жену в роддом повезли. Вижу, что голос дрожит у хозяина. Помолитесь. То другое. Видите как? Я говорю вам, пенсионеры, события дня. У вас какие события дня? Треугольник. Кухня. Холодильник. Телевизор, туалет. Там кухня. Ну это холодильник. Это и кухня. Все. Больше никуда нет. Зачем? Смерти ждут. Когда умрет. Роптать. Слава Иисусу Христу. Вот так. Старшая сестра Татьяна. В 6. Вот в 5. В 4.40 ровно звонит Никита. А тут она маленько пораньше. 57. На 2 минуты. Никита точно. Потеряевки. Звонит. Вчера прислал письмо. Вот я уже востребован был. События дня. У голубей все рассказал. И теперь думаю 7-8 приехать. Игорю Дубунову помогать. Там эти какие-то схемы рисовать. Где золото добывают. Это трудная работа. Много времени. Примите меня или нет. Если нет, то мне квартиру надо подыскивать. Я сразу ответил. Приезжай. Он уже заботится. Ой. Давай иди. И на этом у нас все. И день закончился молитвой. Дождался Володя, пришел. Теперь затопились. Событий никаких и нету. Но весь день наполнен. Много ответов пришлось по интернету давать. Составить ролики. Получить заказы. Какие ролики? Ролики составить. По таким-то темам. Я уже не говорю. Уже нашелся человек, который задает вопросы. Нашел. Сам смотрел. Там монах и бес. Я уже отвечал. Я никогда даже его не трону. Протягиваю руки. Она не трогает. Нет. На фильм там вот сказано то другое. Показали там про евреев. Как у них чудо какое-то на куще совершается. А я вот давно уже смотрел. Совершенно неинтересный фильм. Неинтересный. Ничего нельзя взять оттуда. Я русский человек здесь. Да и евреев из Руссалима ничего не возьмет. Какое там чудо. Дальше все наигранное, надуманное. А это я все время размышляю. Как люди доходят до вершины славы человеческой. Это Гиммлер. И все там это. Арандерба это. И почему это. Что это означает. И как они новые религии устанавливали. Я вижу в притече антихриста. Что они делали. А нас помилуй, Господи, от всего ненужного. Богу нашему слава. Пламенту и Пу.